всем привет с вами denis вы на канале санпровод недавно мы рассматривали относительно бюджетные hi-fi системы рассмотрели очень интересный сиди ресивер и в том числе тогда упомянули полочную акустику которая хорошо будет с ним работать ну и не только с ним и уже рассмотрели полочной акустики от компании kev и монитора аудио и самое время рассмотреть полочную акустику вот компании дали и мы выбрали дали оберон 3 как одним из самых оптимальных вариантов напомним вам про линейку оберон мы уже снимали видео про флагманскую модель этой линейки оберон 7 можете посмотреть на нашем канале а вот это вот собственно крупные полочники оберон 3 из той же модели не буду уже вспоминать про горных троллей оберонов а перейдем сразу к сути линейка оберон свое время пришла на смену линейки цензор и практически ничего из той линейки не взяла наоборот множество технологий из старших линейок в том числе оптикон перекочевали сюда и получается что во первых обероны оберон 3 это самые доступные колонки с фирменной технологии smc отдали целом линейка оберон выделяется своим лаконичным дизайном но очень современным у нас более классический темный вариант отделан он виниловой пленкой но с текстурой повторяющий шпон и если честно как я и говорил из темы с 7 оберонами так и здесь на первый взгляд я бы не заметил что это шпон не шпонах точнее виниловая пленка сделана качественно на стыках никаких проблем нету фронтальная панель тоже очень хорошо выглядит единственным может быть минус хотя удали это практически во всех линейках это то как крепятся эти стильные грили у них интересная фактура крепятся они с помощью собственно таких защелок они вставляются из-за чего на фронтальной панели остаются вот эти отверстия куда собственно вставляются грили минусом это можно назвать но акцентировать на этом внимание особо смысла тоже нет целом к внешности претензий нет и в своем ценовом сегменте они выглядят хорошо и получше некоторых своих конкурентов не будем показывать пальцем поэтому перейдем собственных самой акустики и что там внутри и снаружи тоже поначалу немножко может насторожить вес данной акустики для своего размера 6 3 килограмма это не так уж много все дело в том что дали здесь пошли следующим путем за счет плотный мдф и множество распорок между ними для того чтобы были ребра жесткости и отделанным звукопоглощающим материалом внутри они устранили лишние вибрации не добавляя массивности данной акустики почти всю ширину фронтальной панели занимают 7 дюймовый мид басовики это 178 миллиметров при этом по текстуре и по материалу сразу видно это фирменная технология дали эту бумажная масса специальной пропиткой и армированные древесными волокнами которые позволяют быть ей и легкой и при этом плотной и в целом так получилось что по сравнению с предыдущей линейкой площадь излучаемой поверхности увеличилась на 15 процентов что ведет во первых к уменьшению искажения на высокой уровне громкости и естественно больше динамики при этом не сказать что они просто взяли и увеличили размеры естественно там была и проделана инженерная работа немножко был изменен состав пропитки с помощью лазерных методов анализа была изменена кривизна поверхности излучаемой и был использован эластичный резиновый подвес а также здесь впервые в такой недорогой акустической системе были применены элементы технологии смс это магнитный компаунд мы они рассказывали когда обозревали старшие линейки далее посмотрите тоже на нашем ролике смысл в чем применение мягкого магнитного материала в конструкции мидбасового динамиков минимизирует искажения что на практике выливается в более прозрачные детальное звучание средних частот также у модели очень интересный купольный твиттер во первых он увеличен до 29 миллиметров а также посажен в плоский фланец глубже чем обычно решение спорное и может быть даже рискованная потому что краевая интерференция из-за этого может увеличиться однако инженеры применили очень тонкий вот практически прозрачный синтетический текстиль который очень подвижный и очень легкий расширив тем самым частотный диапазон до 26 килогерц но главное что им удалось вот и чем гордятся инженеры дали это достичь наименьших отклонения чеха на нижнем срезе воспроизведения частот твиттера что это дает это дает максимально согласованный бесшовный переход там от верхних частот к нижним частотам и это не услышишь при воспроизведении музыки плюсом также является то что за счет такого купольного твиттера у нас достаточно широкая диаграмма направленность широкой дисперсии звука поэтому данную акустику не обязательно поворачивать к центру точки прослушивания можно поставить параллельным допустим к стене вот параллельно прямо и при этом . стереоэффекта не будет такой маленькой а будет более широкой и все это сделано для того чтобы мы в полной мере могли оценить и ощутить на себе звучание данной акустической системы а звучит данная акустика дали как настоящая акустика дали попробую объяснить что я имею ввиду в моем восприятии звучание акустики дали она максимально естественно озвучивает акустическую музыку и речь не обязательно про малый состав или пара акустических гитар это может быть симфонический оркестр или какая-нибудь рок-команда но она максимально естественно живо воспроизводит рок джаз блюз как я уже сказал симфоническую музыку очень много жанров которые она справляется на ура и здесь работает и их знаменитый диффузор который обеспечивает очень правильный достаточный очень хорошо артикулированный бас басовая составляющая в данных полочниках в этой линейке мне понравилось стать больше всего понятно что берем 7 и его больше вот и чувствуешь его так сказать физически больше но вот именно правильность этого воспроизведения на низкочастотной составляющей мне больше всего понравилась именно на берем 3 это достаточно живая и при этом достаточно точная акустика слабое место данной акустики является синтезированная электронная музыка то есть особенно если не очень хорошая фонограмма то есть она превращается в более схематичное воспроизведение и слушать ее не ну не настолько приятно как другие жанры и здесь сказывается наверное и подход к построению акустики и сама конструкция особенно этого купольного твиттера подразумевает то что звуки которые имеют не акустическое происхождение будут звучать более механично и чуть более примитивно такой вот почерк это даже не минус а нюанс который надо учитывать при выборе акустики в остальном же это отличная внежанровая практически акустика которая принесет вам настоящее удовольствие при прослушивании вашей любимой музыки ну а на этом все я с вами прощаюсь с вами был denis канал sound pro lab ставьте лайки пишите комментарии обязательно на них ответим подписывайтесь на наш канал впереди много интересного всем пока